Мы не говорим о том, что честно или нечестно, мы говорим о принципе, честно заработанные деньги хранить в России. Тот, кто деньги нечестно заработал, это вообще, как говорится, другая статья. Это надо не с нами с вами разговаривать, а со следователями. А как вы думаете, сколько депутатов государственной дубы нынешнего созыва честно заработали в своей состоянии? Я не сотрудник правоохранительных органов, я не читал их декларации, поэтому мне такие выводы неинтересны. Это неправильно, потому что в любом случае мы можем честных людей каким-то образом очернить. Вообще вот такие аналогии используют некие рукопожатные блогеры. Если в какой-то партии есть какой-то нечистоплотный человек, значит вся партия нечистоплотная. Давайте в этой логике двинемся. Вот один из, значит, блогеров оказался педофилом. Что, значит, все блогеры педофилы? Вот лично я тоже веду блог, но я абсолютно не педофил. Надеюсь, так сказать, все остальные тоже. Не подозреваю вас. Продолжаем эту аналогию. В Координационном совете оппозиции заседает этот самый блогер-педофил. Значит, весь Координационный совет это педофилы, так что ли? Даже не знаю, что вам сказать. Ну, это метод Навального, метод обобщения. Он именно так строит свои логические выводы. То есть удар по эмоциям. Но когда то же самое в их сторону, то они сразу верещат, как уш на сковородке. Как так? Причем тут? Но мы с вами воспитанные люди, мы не будем таких аналогий делать. Я просто предлагаю зрителям задуматься. Да, да.